Переселенка из Симферополя Юлия Лисовая намерена добиться в суде отмены постановления правительства Украины, из-за которого она не может вывести свои личные вещи из Крыма. Это решение действует с января этого года. Согласно ему, пограничники на пропускных пунктах Херсонской области разрешают вывозить и ввозить только товары, указанные в перечне из 23 пунктов. Среди них нет ни посуды, ни мебели, ни бытовой техники. Например, вот эту электропечь и сушилку для овощей Юлии запретили вывозить из Крыма в сентябре. Фактически меня поставили в условие, что я вынуждена переезжать без своих вещей и не имею возможности наладить свой быт. В результате мне нужно искать деньги, чтобы это купить, вместо того, чтобы просто взять вещи, которые и так есть у меня дома. Постановление об ограничении списка товаров на ввоз и вывоз из Крыма было принято, чтобы прекратить торговлю между предприятиями материковой части Украины и полуострова. Этого от правительства Украины потребовали гражданские активисты, которые почти год назад в Херсонской области заблокировали грузовое сообщение с Крымом. Но почему под торговые санкции попали обычные граждане? Правозащитники не находят в украинском законодательстве ни одного аргумента в пользу законности действий правительства. Кроме того, Киев нарушает и Европейскую конвенцию по правам человека. Постановление само по себе дискриминационное. Оно нарушает право собственности, право на эвакуацию имущества переселенцев, граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории Крыма. Правозащитники за год получили сотни жалоб от крымчан и не исключают, что многие из них могут присоединиться к Иску Юлии против Кабинета министров. В созданном полгода назад министерстве по вопросам временно оккупированных территорий также считают постановление Кабмина несправедливым. В прислужбе ведомства до ЧВЛ заявили, что уже направили предложение по его изменению в другие министерства. Юлия не требует компенсации от правительства и считает, что Кабмин может хотя бы частично согласиться с ее требованием отменить постановление. Слушание дела по существу состоится 15 ноября.